Именно здесь, в районе Дворца Пионеров, 28 октября случайный прохожий и обнаружил труп молодого человека. Медики потом насчитают у него 39 ножевых ранений. Об этом написала на своей страничке ВКонтакте сестра убитого. Его личная страница тогда запестрила сообщениями с соболезнованиями родным и словами сожаления. Ночью я ему позвонил в втором часу, думаю, спрошу, что делает. Он говорит, я отдыхаю, но скучно. Я говорю, пойдем прогуляемся тогда. Я позвал его гулять. Он вызвал такси из дома, доехал до Комсомольской площади. Меня тут забрал с Комсомольской площади. И потом мы поехали во двор ко мне. В подъезде постояли, наверное, минут 40-40 час. И потом разошлись. Он пошел домой, я тоже домой пошел. А потом вот вчера только узнала о случившемся. Понимая, что здесь просто необходимы комментарии правоохранителей, мы обратились во все следственные структуры города. Результаты оказались по меньшей мере странными. Ни в одной из служб об этом убийстве ничего не знали. Параллельно мы связались и с преподавателями в техникуме, в котором учился погибший. Услышанное повергло нас в шок. Молодой человек скончался 28 октября, а 29-го явился в техникум. Буквально в понедельник это вечер мне пришло. В понедельник же он у нас в техникуме был. То есть опять-таки нам помогал с определенной работой. Информация получилась, мягко скажем, противоречивая. Поэтому мы решили написать погибшему в личку. И неожиданно он ответил. Более того, даже согласился с нами встретиться. Оказалось, его смерть – искусно продуманный сценарий. Таким образом он хотел наказать девушку. С ней он познакомился в интернете. За то, что она практически выбросила его из машины в поле, далеко от города. Я не сразу решил таким способом. Это у меня уже на следующий день, чтобы она как бы осознала, что нельзя так поступать с людьми, бросать их ночью в поле, где ни единой души, то есть никого нет. Но так как рулетка уже завертелась, остановить ее будет довольно сложно. Всемирная паутина, как говорят эксперты, не самое подходящее место для подобных розыгрышей. Потому как все это чревато серьезными последствиями. В данных действиях административного уголовного наказуемого деяния состава преступления не предусмотрено. Вместе с тем, за размещение данной информации предусмотрена гражданская правовая ответственность. И соответственные лица, считающие, что данными действиями причинены какие-то нравственные и моральные страдания, вправе обратиться к соответствующим заявлениям в суд о взыскании компенсации морального ущерба.